Начнём сегодня с музыки Иоганна Себастьяна Баха. Я хочу рассказать вам для меня очень важную и интересную вещь, прежде чем мы услышим музыку. Вот знаете, я приезжал ещё даже в советские времена в Ригу, и это было обязательное посещение, посещение Домского собора, который был тогда не религиозным учреждением, а концертным залом, органным залом, и там звучала музыка. И вот я не раз наблюдал, как многие туристы приезжают туда, садятся в зал, концерт будет полуторачасовой, а то и двухчасовой, будет всё время играть орган, всё время, постоянно, они покупают программки, они такие счастливые, потому что, когда приедут домой, расскажут, да, конечно, был в Риге, была в Домском соборе, слушала знаменитый орган, действительно знаменитый орган, но вот беда. Человек приходил, садился, начинала звучать музыка, первые секунды, минуты, многие люди слушали, удивлялись, боже, какая махина, какой грандиозный орган, потом начинали осматриваться вокруг, оглядывать эту гигантскую церковь, Домскую церковь в Риге, потом начинали немножко елозить, потом чувствовали, что сидеть не очень удобно, а орган всё гремит и гремит, и какие-то странные шифры, и какие-то странные звуки, они насладились уже органом, хватило бы десяти минут, но им надо просидеть полтора, а то и два часа, а что слушать? Я ведь знаю, что орган, с одной стороны, величайший, великий, грандиозный инструмент, а с другой стороны, самый, ой, не ругайте меня сейчас, недоступный, потому что по-настоящему в органной музыке, в частности, в музыке Баха, зашифровано столько всего, и я вам сейчас попытаюсь рассказать только об одной маленькой органной хоральной прелюдии Баха, потом мы её услышим в конце моего рассказа, что это значит, как много это значит, и как можно было бы всё это услышать. Это случилось ещё в шестнадцатом веке. В небольшой церкви в Вестфалии, в Германии, работал священник, пастор, поэт, писатель, мыслитель по имени Филипп Николай. Вот его годы жизни, 1556-1608. И вот в разгар его служения в Вестфалии случилось страшное. В этом маленьком городке, где он служил пастором, появилась моровая язва или чума, которая в течение очень короткого времени вырезала 1300 человек. Представляете себе, уничтожить 1300 человек за короткий срок в маханьком провинциальном немецком городке. И вот Филипп Николай, который был пастором, решил спасти людей, помочь им. Они ведь приходили в церковь. И он говорил не столько о соболезновании, он говорил не столько о трагедии, которая их постигла, сколько читал свою книгу, которую он специально написал по этому случаю. Не удивляйтесь, сейчас вы услышите название книги. Книга называется «Зеркало радости». Да-да, Филипп Николай, один из последних мейстерзингеров, или мейстерзингеров, как говорят в России, да, мастеров пения, нюрнбергские мейстерзингеры, целое цеховое сообщество, где писали стихи, где великий Ганс Сакс, как вершина поэзии средневековой, грандиозной поэзии. Так вот, он написал книгу «Зеркало радости», вот этот Филипп Николай, он написал эту книгу для того, чтобы спасти людей, дать им ощущение радости и счастья, потому что те, кто остались живы, те, кто миновали язву, те, кого вот эта моровая чума миновала, они должны жить дальше. И не просто жить дальше, но испытать чувство радости, как ни странно, как ни странно, ой, благодарности, значит, что-то высшее есть в этом страшном нападении чумы, значит, какой-то смысл был. И вот Филипп Николай вместе с этой книгой подарил им два гимна. Ну, вот они тогда же писали гимны, мейстерзингеры, они писали гимны обращения к Богу. И вот один из них по-немецки начинается так «Вашет ауф», то есть «Пробуждайтесь, бодрствуйте, слушайте голос». Послушайте, какой стих он написал. «Пробуждайтесь, раздается, глаз стражи на стенах и льется, проснись, Иерусалим святой, полночь бьет скорее к девы, вставайте, умные вы девы, зажгите ярко ваш огонь, скорее жених идет, он вас к себе зовет, аллилуйя, бьет свадьбы час, зовет он вас, идите жениха встречать» и так далее. И вот последний куплет. Громко гимны раздаются, и хором ангелов поются, под звуки арф и лютин звон, из двенадцати жемчужин врата построены, и чуден венец любви, небесный трон. Кто где-либо видал, или где-нибудь слыхал, столько счастья, мы все встаем, и все поем, тебе хвалу мы воздаем. Слушайте, для нас сегодня это кажется диким. О каком счастье, говорит священник Филипп Николай, о каком счастье. Вы понимаете, это колоссальный психологический эффект. И вот этот гимн исполнялись всей общиной. Вот представляете, все люди, оставшиеся в живых, приходили в церковь, и под звуки органа пели. Орган звучал вот так, величественно, могущественно, вот так. Слушайте. Орган звучит. Орган звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Вот представляете себе, это звучал простой протестантский хорал, строгий хорал эпохи реформации. И вот когда эти мастеровые, люди с натруженными руками, люди грубоватые, жестковатые, заходили в церковь, они потеряли близких, родных. И вот вставайте, говорит стихи, вставайте, мы все встаем и все поем, тебе хвалу мы воздаем. Или где-нибудь кто-нибудь видал и слыхал столько счастья. Сегодня для нас это кажется диким. Но почему, как можно петь о счастье? Что это значит? И вот эта вот тема, «Вашет ауфруфт унде стриме», то есть поднимайтесь, пробуждайтесь, раздается глаз, она пошла дальше во времени. Прошло 50 лет, прошло 100 лет, появился Иоганн Себастьян Бах. Бах, и он был потрясен этой историей, этой простой мелодией, этими стихами Филиппа Николая. Прошло ведь так много лет, и он сам читал эти стихи, они ему были нужны, потому что однажды в жизни Баха случилось страшное событие. Князь Кеттен и Леопольд, у которого Бах служил в те годы, весной 1720 года, взял Баха с собой в очередную поездку. И Бах должен был играть для Леопольда, и импровизировать, и фантазировать, и они приезжали в разные места, в разные города, в разные загородные замки, долго путешествовали. И когда они возвращались назад, подъехали к городским воротам Кеттена, сам князь Леопольд и Иоганн Себастьян Бах, который сидел рядом с ним, князь Леопольд так высоко ценил своего придворного музыканта, что всегда сажал его рядом с собой в карету. И вот представляете себе, подошли городские стражники, что-то сказали, можно ли сказать Баху, да, можно, можно, ничего не поделаешь. Умерла его чудная Мария Барбара, его жена от удара в одно мгновение умерла, и погибли вместе с ней трое детей, и осталось четверо детей. Представляете, какой ужас. И тогда Бах вспоминает эти стихи, вспоминает эти стихи и пишет кандату. Послушайте кусочек, сейчас оркестр начнет радоваться, потом, потом хор вступает в женский, поет ту же самую мелодию, только совсем по-другому, через сто с лишним лет. Послушайте, как это прозвучит. Только слушайте. Это чудо Баховской музыки. Слушай голос радости. Слушай голос радости. Такая легкая игра оркестра, и сейчас вы услышите голос. Первые женские голоса начнут петь ту же хоральную мелодию. Послушайте, какая радость и свет. Слушай голос радости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот он! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такое чудо! Представляете? И эта музыка, эта кантата Баха становится одним из символов совершенства, гармонии, красоты Прошло с тех пор уже 300 лет И эта музыка звучит и удивляет нас И вот однажды я приезжаю в одну гимназию в Швеции и рассказываю Послушайте, какой все-таки Бах космический композитор Вот он пишет хорал для органа Хоральную прелюдию То есть берет опять эту же тему в следующий раз после кантаты И вкладывает в свою собственную музыку Вот сначала звучит его музыка Бах опять как бы облака Небеса, свет, полет Полностью баховская музыка Одна тема нижняя играется ногами Другая играется на одном из мануалов То есть на одной из клавиатур А потом только появится тема хорала Вы понимаете, Бах вклинивает Включая тему хорала Пробуждайтесь, раздается голос Он включает ее в свою собственную музыку И получается такое энштейновское пространство Появляется многослойность пирога И вот я собираюсь сыграть этот хорал И вдруг вся гимназия, весь зал Начинает петь мне его Ведь это их мелодия Которая существует с 1500-х годов Это мастер-зингеры Это их родная музыка Но я хочу, чтобы вы сейчас услышали Хоральную прелюдию для органа Вот то, что сидели в Домском соборе люди И слушали, и не знали, куда им деваться А вы сейчас будете знать Потому что и так, слышите Начинается баховская музыка На органе Ноги играют и правая рука А потом через минуту Или через 40 секунд Включится мелодия хорала Которая как бы сквозь небеса Сквозь облака Сквозь тучи, как глаз Божий Пробуждайтесь, не спите Бодрствуйте, чувствуйте Слушайте, какое чудо Вот это чудо Вот оно Это просто баховская музыка Только баховская музыка А вот хоралу Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как у вас, но у меня окружится голова Когда я буду слышать Сейчас это только баховская музыка И сквозь эту музыку Проникает еще одно измерение Как звук человечества Как голос человечества Как крик человечества Как радость Пробуждайтесь Вот Опять служите Вот Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Представляете себе, как переживал я, как страдал я, сидя тогда в Домском соборе, когда звучала одна из сотен хоральных прелюдий Баха. И как мне хотелось рассказать людям эту историю, как мне хотелось рассказать людям, что каждая из мелодий Баха, каждая из мелодий великой музыки имеет под собой тысячелетние, столетние исторические корни, и что великая музыка общение с которой дает нам общение с тысячелетиями, с главными моментами цивилизации.